Мои соотечественники пакистанцы, когда эти слова дойдут до вас, я уже буду заключен по сфабрикованному делу. После этого вы все должны осознать, что фундаментальные права, закон и демократия больше не имеют никакого веса в нашем государстве. Это обращение накануне волнений в Пакистане опубликовал в своих соцсетях Эмран Хан, премьер-министр Пакистана с 2018 по 2022 год. На следующий день он был арестован. Политика обвинили в коррупции. Однако сам Эмран Хан и его сторонники уверены, истинная причина ареста и его отстранения от должности премьер-министра в прошлом году заключается в том, как он вел внешнюю политику. Она была направлена на активное сотрудничество с Россией и Китаем. Надо сказать, что обвинение в коррупции далеко не первое дело, в котором фигурирует политик. В марте против него было возбуждено дело о терроризме. Мы знаем, что в период своего нахождения власти, напротив, Эмран Хан очень активно проводил антикоррупционную политику. И, возможно, это определенные отголоски со стороны тех, в отношении кого он заводил уголовные дела, расследования. Возможно, это отголоски того периода времени. Но в любом случае, вот этот вопрос, так сказать, внутренней ситуации, он является сугубо вопросом Пакистана. Были там коррупционные моменты, не были. Но с точки зрения внешнеполитического вопроса это не имеет прямого отношения. Протесты в поддержку политика зародились в маленькой провинции Пакистана на северо-западе страны. И за короткий промежуток времени охватили крупные города. Столицу государства Исламбад, Карачи, Лахор и Пешавар. Изначально протесты должны были носить исключительно мирный характер. Однако на фото и видео очевидцев видны разгромленные магазины и горящие покрышки. Чтобы ограничить взаимодействие между протестующими, правительство во многих регионах закрыло доступ к социальным сетям. В некоторых районах наблюдалось полное отключение интернета. Вечером 10 мая правительство Пакистана одобрило размещение армии в столице государства. После его отставки к власти приходят политические силы, которые явно тяготеют к Западу, в частности к политике Великобритании. В нынешних условиях, когда Запад пытается любыми путями, ну скажем, заставить Пакистан отказаться от всяческого сотрудничества с Российской Федерацией, фигура Имранхана становится крайне неудобной. И поэтому, в принципе, его арест, он вот, в принципе, объясним вот именно такими взглядами нынешнего политического руководства Пакистана. Но, как мы видим по развитию ситуации, вот такая точка зрения не нашла поддержки среди граждан Пакистана. И очень значительные силы вышли в поддержку бывшего премьер-министра Имранхана. И вот в настоящее время вот эта ситуация как бы активно развивается. Вчера Верховный суд страны признал арест Имрана Хана незаконным. Политика освободили. Уже сегодня он явился в суд в окружении десятков вооруженных полицейских под прикрытием спецназа. По данным местных средств массовой информации, полиция готовится к задержанию подозреваемого. Специалисты не исключают, что новый арест вполне возможен. Маргарита Михайлова, Универньюс.